Девушки отдыхают Шалом, дорогие друзья! Сегодня в гостях у нас мессианский служитель из Израиля Эли Дорфман. И я думаю, что у нас есть возможность, хорошая возможность, вообще поделиться тем, что происходит в Израиле. Для начала, вы знаете, многие верующие, которые мечтают свершить Алию в Израиль, они всем сердцем ждут этого момента. Я встречал очень много таких людей. Они имеют определенный образ, и обычно это хороший образ, потому что никто в здравом уме не будет ехать в плохую страну. Правда? То есть Израиль это что-то особое, земля, которая течет молоком и медом, и поэтому мудро будет подготовиться. И как обычно верующие готовятся к Алие. Они молятся, это нормально для верующего человека молиться. Они узнают разные хорошие вещи, им говорят, там будет сложно. Они говорят, мы знаем, но насколько будет сложно, они не представляют. Также в своем как бы стремлении соответствовать вот этому прекрасному образу, они начинают соблюдать определенные вещи. Случается такое. Например, кашрут. Например, я не выхожу никуда без кипы или цицитов. В шаббат я не переношу предметы и так далее, и так далее. Когда же Алия случается, наступает великое разочарование, потому что попадая в общины, в церкви, в мессианские общины в Израиле, они далеко не всегда могут увидеть этот возвышенный образ такого еврейства, основанного где-то на Синайском договоре, на Ветхом Завете, на Торе. И у них возникает вопрос, а где это? Там я носил кипу, я приехал сюда в общину, и никто не ходит в кипе. Почему-то. Мог бы ты немножко рассказать нам об жизни в мессианской общении, вот в взаимоотношениях с ортодоксальным миром, в взаимоотношениях с, можно так сказать, чисто христианским обществом? Да, это правда, что существует большое различие между тем, как выглядит мессианское движение вне Израиля, внутри Израиля. Я помню, когда я здесь был, еще в СНГ, то я знал, что я еврей, меня все обзывали евреем. И когда я приехал в Израиль, то я вдруг стал русским. Да. Да, потому что там все евреи, и поэтому надо различать по стране Исхода. Действительно, я думаю, что причина того, что в Израиле вещи по-другому, потому что мессианские общины, которые находятся вне Израиля, их цель действительно как-то подчеркнуть еврейство, да, подчеркнуть возвращение к еврейским корням, показать другим церквям принадлежность к еврейству, да. И есть некая уникальность, интерес, вдруг вы соблюдаете шаббат, зажигаете свечи, еврейские песни, и этого нет рядом, да. И это что-то интересное, это привлекает других, это показывает принадлежность к Израилю и так далее. Я думаю, это хорошо. То есть нормально, если в диаспоре мессианские общины, они имеют определенные элементы еврейства. Да, я думаю, это от Бога дано, чтобы возжечь, возможно, да, также сердца других верующих, показать тему Израиля, возвращение к еврейским корням. Я верю, это так. Но то, что происходит в Израиле, что мы находимся среди евреев и среди ортодоксальных евреев, вот, и, скажем так, нам уже не нужно, с одной стороны, нам не нужно убеждать себя и других, что мы евреи, да, то есть все празднуют шаббат, все празднуют праздники, в общем-то, в кипах ходят вот религиозные евреи, поэтому, как бы, теряется вот это, это уже не уникальность, как бы, театрибитика. Это ни на что не обращает внимания. Да, ни на что не обращает внимания. И даже наоборот, в какой-то степени, это очень сильно даже злит, может быть, и раздражает ортодоксальных евреев, потому что для них, конечно же, ну, мы, верующие в Ишуа, просто еретики, в лучшем случае, в худшем, просто, ну, как бы, предатели, которые, в общем-то, крадем еврейские души. Да. Вот, и для них это как будто бы, вот, волки, переодевшиеся в овечьи шкуры, то есть, оделись в еврейское, а по-настоящему проповедуем из язычества, христианства и пытаемся людей от еврейства маскировкой отвести. Вот. Кроме этого, все-таки, на сегодняшний, я думаю, большинство израильтян, тоже, которые веровали в Ишуа, они пришли с нерелигиозных домов, да. И они, как бы, пока я вот даже вот знаю пастора большущей общины в Кармели у нас, да, интересно, то есть, его имя такое же имя, как Иосиф Вадя, как имя Равина главного, который был 10 лет назад, то есть, удивительно, имя и фамилия одинаковые. Один мессианский пастор, другой был великим, то есть, Равином, он умер там 5 лет назад, то есть, один из известных, то есть, имя, фамилия то же самое. Я знаю, что он раньше был вот такой более, ну, то есть, ходил в Кипе, ортодоксальный был в среде, но когда поверил в Ишуа, как бы, отбросил это как нечто религиозное, он увидел, скажем так, ну, то отрицательное, может быть, религиозное, нехорошее, которое есть в иудаизме, есть много хорошего, да, и какой-то выход на свободу вера в Ишуа, в Мессию, вот. И для них, как бы, то есть, наоборот, то есть, они пытаются, как бы, отойти... Отстраниться от всего этого. Отстраниться от религиозного, чтобы, как бы, не подпадать под власть законничества, да. Да, я не скажу закон, но законничество. Фактически речь идет о стереотипах, то, как, кто кого представляет, принимает, да. Если люди находятся здесь, в диаспоре, и видят, например, человека в Кипе, их стереотип говорит, это еврей, который ходит в синагогу. Да. Потому что просто так человек не будет ходить в Кипе. То есть, этот человек, ну, точно имеет связь как-то с еврейским народом. Прямую, в большей степени, либо косвенную. Когда человек в Израиле, собственно говоря, ну, такого знака не нужно. Все евреи. Ну, да, то же самое, как здесь, на улице, вы спрашиваете, вы православный? Да, конечно, православный. Ну, большинство. Человек может быть просто по культуре православной, может быть, действительно глубоко православный верующий. То есть, то же самое здесь, все евреи, все ходят в синагогу, все это, ну, как бы, более не менее, то есть, поэтому нету такого. Кроме этого, как я сказал, действительно, то есть, ну, определенные группы среди ортодоксальных евреев, конечно, достаточно активно воюют против верующих, против нас. Вы ощущаете давление? В определенных регионах. То есть, не везде, нет. Например, в Севере у нас достаточно свобода, демократия, потому что много русскоговорящих, много арабов. Вот, например, там, Иерусалим или некоторые города на юге, где много религиозных евреев, они, например, уже ждут там на юге. Вот очень серьезно есть прессинг такой, да, то есть, там, устраивают митинги, могут стоять у домов верующих, там, кричать, орать плакатами, то есть, подходить, плюваться, какие-то гадости делать, шины пробивать, скажем так, сжигать. И до прямого насилия, или все только вот такими провокациями заканчиваются? Ну, известно, если 10 назад одному мессианскому верующему вызвали, они сделали, вызвали пиццу, и там была бомба в пицце, вот, и его ранило. Ну, это один из случаев такой серьезный, это было 10 назад, но его словили, посадили этого человека, вот. Я знаю, что сжигали несколько общин. Именно здания? Здания, да, поджигали, вот. В Крят-Яме, я знаю, скажем так, еще в других местах было, вот. Но последнее время, то есть, там, или там, вывешивают лица пастеров, там, и вот, он опасный миссионер, будьте осторожны. Вот такое, я знаю, в некоторых городах есть такое. Вот, но последнее, интересная такая тенденция, последнее время, которая, мне кажется, указывает на успех наш. То есть, они поняли, видно, что, ну, насилием не получится, и они поняли, что, ну, как бы, ну, мы серьезные, наверное, так. И они, вот, последний год начали издавать журнал. Даже так? Журнал, это первый раз, да, все, что я знаю, 20 лет, да, они начали издавать журнал, называется Мехапсим, то есть, ищущие, вот. И в этом журнале они специально собирают всякие, например, истории людей, которые были в мессианских общинах и ушли. Разочарованных. Разочарованных, да. И, или, скажем так, разные, там, ищут несоответствия в Новом Завете. Ну, скажем так, за 2000-х, это достаточно, да? Ну, да, апологетически. Совершенно верно, то есть, да. Да, то есть, они понимают, что так просто насилием, наоборот, они не признак себе вызывают, да, и они поняли, что умнее поступить по-другому, вот. Но наши молодцы, у нас есть колледж мессианский, то есть, библейский по всему Израилю, и они, как в противовес, начали издавать журнал «Находим». Вот, как бы, тоже, скажем так, беря каждую статью и давая глубокий мессианский комментарий. То есть, можно сказать, что существует... Это буквально началось год-полтора назад, то есть, как бы, вышел интересный, новый уровень войны. Диалог, диалог. Снова возвращаемся к диалогу. Не знаю, если это еще диалог, но это пока, это еще пока не диалог, потому что диалог, все подразумевают дружеские, более-менее. Ну, в истории церкви были разные диалоги между христианами и евреями, да. Да, но в основном, как бы, еврейское общество не имело там слова, вызывался кто-то, какой-то представитель, и его просто унижали. Унижали, да. То есть, сейчас это действует... Ну, то есть, со стороны, это, конечно, очень смешно. Журнал просто, детские, скажем так, какие-то там несоответствия, которые, конечно, можно легко найти в Библии, истории про разочарованных людей, которых всегда есть. Которых никто, возможно, и не видел. Возможно. Да, возможно, нет. Мы не знаем, может, и они были. Нет, а, скорее всего, эти люди настоящие, но, опять же, о чем это говорит? То есть, Новый Завет мы читаем многие, которые отходили от Мессии. Ну, да, то есть, мы понимаем, что... Хорошо, возвращаясь к теме нашего, вот, как бы, внешнего вида и нашего представления евреиста о том, как оно должно выглядеть, как бы ты, или что бы ты мог посоветовать верующим, которые находятся в диаспоре? Стоит ли, скажем так, погружаться, вот, в эту еврейскую самоидентификацию внешнюю, или стоит воздержаться, может быть, какой-то баланс иметь в этом? Если какой-то баланс, то какой именно должен быть этот баланс? Если люди продолжают жить здесь, в диаспоре. Да, в диаспоре. Ну, мне немножко трудно, как бы, ответить, потому что, все-таки, я думаю, человек должен иметь самооткровение и понимание, да, то есть, там, то есть, где он находится, он должен сам понимать. Я думаю, это вопрос, ради чего человек это делает, да, то есть, я думаю, это вопрос мотивации сердца, да. То есть, я верю, что Бог благословляет мотивацию сердца. Действительно, он верит, это делает ради Господа. И он хочет как-то подчеркнуть еврейство, и через это как-то послужить, и чтобы люди задавали вопросы, и это было каким-то свидетельством. Если действительно из глубины сердца он чувствует, что Бог побуждает его, этому да то то это хорошо да если же это просто к это атрибутика ради чего-то приводит просто внешнего без того что человек имеет глубокое внутреннее осознание духовности вот как бы и понимание себя и куда вот связи с действительно с еврейством понимание глубокого но как бы познание мессии да то есть готовность тоже страдать вместе с ним понимание что тебя могут за это и похвалить но могут и по голове дать да то есть скажем так если глубоко осознанный понимает что действительно он готов страдать ради этого это страдание ради мессии не просто страдание это уж хоть вот типа из-за глупости моей да то есть если он решает так то это хорошо я думаю мне кажется то же самое что павел сказал кто соблюдает шаббат и дни ради господа хорошо кто не соблюдает ради господа тоже хорошо то есть это все внутренняя мотивация для меня это последнее время все больше и больше это вопрос не спора внутри мотивации кто кому как бог открывает мы имеем свободу в мессии поэтому я вот так бы ответил то есть получается что основной вопрос который стоит задавать это зачем слышали и разума будет не соврать просто внутри перед богом перед богом перед самим собой я делаю это не потому что так принято и же надо не потому что это красиво не потому что это модно наших круга или там не модно хорошо спасибо большое дорогие друзья это был эли дорфман и вы знаете я очень рекомендую вам прислушаться к тем советам которые он к тому мнению которое он здесь рассказал нам потому что на самом деле приезжая в израиль мы стремимся быть полезными мы стремимся быть частью тела и шо там на святой земле и вы понимаете мы должны это делать не на наших условиях учитывая реальность той жизни в которой находится верующий там в израиле поэтому будьте гибкими будьте свободными будьте открытыми для господа и для тех советов которые которые вам будут давать чтобы вы реально могли принести тот плод который господь приготовил для вас пускай господь вас благословит спасибо большое или дорфман израиль очень наш сущий на небесах да святится имя твое да придет царство твое да будет воля твоя на земле как на небе хлеб нас насущный подавали на каждый день прости нам долги наши как и мы прощаем должникам нашим не веди нас во искушение но избав нас от лукава ибо твое исцарствие и сила и слава вовеки аминь